Девушки отдыхают Об одной лишь стороне того, как наследие работает в моей жизни Много лет назад я прочитал одну книгу, и мне ее порекомендовали Она называется «Самый богатый человек в Вавилоне» Ее написал Джордж Клейсон Это классика, это одно из первых изданий И, возможно, это первая книга, которая очень сильно повлияла на мое отношение к финансам, к деньгам К тому, как жить так, чтобы расти и развиваться Что произошло дальше? Если вернуться на несколько поколений назад, то это будет шесть поколений Человек Джон МакКейси, мой прадед И он начал что-то, и он даже не представлял, во что это все выявится Именно поэтому я хочу, чтобы вы поняли мою мысль То, что вы делаете сегодня, так сильно повлияет на будущее Джон МакКейси, который родился в конце 19 века и умер в 1962 году Я даже, в принципе, не знал его, потому что не было всего 4 года, когда он умер Здесь у меня его очки Это то, что носил дедушка Кейси Он смотрел через эти очки на мир То есть, это то, как ты видишь что-то И хочу, чтобы вы заметили вот это Это то, чем я особенно дорожу Это кошелек Джона МакКейси Вернее, можно назвать его бумажником Сколько ему, наверное, около Ну, может быть, 100-130 лет этому кошельку Посмотрите, насколько он поношен Здесь есть дыра И вот это белое пятно Это что-то липкое То, чем он пытался заклеить кошелек Я всегда думал, что же это такое Похоже на жвачку И внутри я увидел Внутри этого кошелька, как Джон МакКейси Заклеил дырку пластырем Библия говорит, что у вас нет денег Потому что у вас есть ваш кошелек Ваша сумка полна дыр И сколько вы не зарабатывали Сколько вы туда не клали Вы не можете удержать Потому что вы не нашли время Для того, чтобы залатать дыры В своем кошельке И вот мой отец Когда я прочел вот это То, когда я посмотрел на этот кошелек Я начал понимать своего прадеда Смотрите, что было дальше Итак, Джон МакКейси У него было вот это Затем у него появился зять Ар Джонс Это мой дед Мой дедушка, который начал церковь в Хьюстоне В 1948 году Вместе с моей бабушкой Они взяли свою семью У них было 13 детей И просто принесли церковь в город Было сложно Но они терпели Работали, служили Итак, с этого поколения С поколения моего деда Вот это Фрэнклин Джонс Это наш епископ И это мой отец Очень молод Он здесь на этой фотографии Молодой евангелист Очень идеалистично настроен Полный надежд на хорошее будущее И пытается перенести И передать следующему поколению То наследие, которое дал ему Его дед и прадед И благодаря его верностью То, что иногда сложно представить То, куда ваше наследие Приведет вас в будущем Но вот хочу вам показать Вот, это мой отец Здесь он уже в летах Здесь его уже диагностировали Рак, что у него рак Эта фотография была сделана Во время служения Во время призыва к алтарю Он епископ Он сидит на первом ряду Его глава склонена в молитве Потому что он продолжает Передавать свое наследие Я хочу, чтобы у вас было наследие От него мы переходим ко мне И к моему брату К тому, как мы ведем И руководим этой церковью И то, что мы делаем в этой церкви У меня есть свои дети И я пытаюсь им передать свое наследие Вот одна крутая фотография Здесь, на этой фотографии Мой отец За пару лет до его смерти И Спенсер, мой сын Его внук Спенсер находится на четыре поколения От начала нашего рода От того мужчины, который залатал свой кошелек Это то наследие, которое было невелико Но оно передавалось из поколения в поколение И вот здесь мы видим, что случилось дальше Здесь, на этой фотографии Это я и мой сын И моя внучка А затем Вот моя дочь И мой внук Шесть поколений Наследия Теперь мы учим его Учим ее Рассказываем о том, что на самом деле важно в этой жизни Рассказываем о том, что важно для меня То, что важно для вас И вы, возможно, скажете У меня нет наследия Я первый христианин в своей семье Значит, ты можешь задать тон Ты будешь первым Или если ты несешь христианское наследие дальше Увеличь его Проводи время Исследуй это наследие Говори о хорошем Передай это своей семье Это называется корни Когда мы даем крепкое основание своим детям Я хочу, чтобы у вас было свое наследие Наша церковь Она празднует 54 года служения Мой отец, моя мама Мы здесь Мама Мама уже ушла к Господу И вот такая фотография Здесь на ней моя мама Моя жена И моя дочь То есть внучка моей матери И все они стоят с поднятыми руками Поклоняясь к Господу И вы тоже можете так сделать У вас есть это Это наследие Вы находитесь в правильном месте В правильное время Возьмите эти ценности Держитесь за то, что важно И вы тот, кто изменит этот мир Измените свою семью Я люблю вас И я молюсь за вас Постоянно Все время Все время